МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходить на тонкий лёд опасно, предупреждают спасатели. Рыбалка в белой холунице едва не закончилась трагедией, а в пруду Кирово-Чепецкого района утонул мужчина. Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Прививаться от гриппа или уже не стоит? В Кировской области разгар сезона вирусных инфекций. А не поздно ли в этих условиях вакцинироваться? Антитела вырабатываются где-то 2-4 недели. По поводу вакцин, лучше выбрать вакцину, которая защищает сразу от 4 штаммов гриппа. Теперь не только на дорогах, но и на тротуарах. В Кирове начали устанавливать сигнальные столбики рядом с газонами и клумбами. Зачем? Объяснили в городской администрации. Не будем же мы ставить какие-то заборы вокруг клумб или деревьев. То есть это эстетически неприемлемо для города. Не довезли до остановки. В Кирове высадили ребенка из автобуса. Но прав ли ребенок? В каких случаях выгонять детей из общественного транспорта можно? А в каких за это грозит серьезный штраф? Взрослый водитель, наверное, психологически может подавить ребенка, который не знает всех своих прав. Первая игра в рамках Суперлиги на домашнем поле и яркая победа. Кировская родина сразилась с командой из Новосибирска. Чем запомнилась игра? Трагедия на пруду в Кирово-Чепецком районе. На водоеме провалился под лед и утонул рыбак. Все произошло 19 ноября около деревни Шутовщина. По факту случившегося, следователи проводят проверку. С целью избежать негативных последствий следственного управления по Кировской области призывать жителей региона соблюдать правила безопасного поведения на водоемах и не выходить на тонкий лед. Трагедию чудом удалось избежать в Белой Холунице. Сегодня в пруду там чуть не утонул рыбак, рассказали в МЧС по региону. Мужчина провалился под лед и начал тонуть. Очевидцы помогли ему выбраться из воды, передали врачам. Отказывал в строительстве и не выдавал разрешения. Бывший исполняющий обязанности главы администрации Кирова Алексей Политов предстанет перед судом, сообщили в областной прокуратуре. По версии следствия, в 2021 и 2022 годах Политов, используя свое служебное положение, незаконно отказывал в выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в областном центре. Его обвиняют по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». В результате его противоправных действий был причинен имущественный ущерб в сумме чуть более 2 миллионов рублей, а размер упущенной выгоды организации застройщиков превысил 500 миллионов рублей. Транспортное сообщение в чистых прудах, новые автобусы, бюджет города и работа центральной диспетчерской службы. Эти темы стали сегодня главными на заседании постоянной комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности. О самом интересном расскажет Александр Бушмакин. На депутатской комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности, жизнедеятельности основной темой был все-таки транспорт. Депутаты и администрация вновь обсуждали проблемы транспортного сообщения, в том числе речь шла о чистых прудах. На этой неделе, как сообщили на комиссии, вот-вот должны появиться еще два больших автобуса на 90 маршруте. Однако депутат Лариса Копысова сказала, ничего не меняется. Он обещает о 26 октября прошлого года. И ничего, ситуация не меняется. Мне стыдно людям в глаза смотреть. Вот честное слово, может быть, как-то его проконтролировать, стимулировать можно. Но если люди не опаздывают на работу, не заходят в автобусы. Кроме этого, поднимался вопрос о возможности введения дополнительного маршрута от Северной больницы до Малой Субботики через Коминтерн. Мы предварительно проговорили с перевозчиками, предварительно проговорили желание, но никто не извил. Да, мы договорились о том, что мы этот маршрут, обязательно конкурс отыграем. А уж там, если кто-то выйдет, перевозчик, тогда проблем не будет. То есть, примерно все эти конкурсные процедуры по этому вопросу, я думаю, что месяц согласования там, ну, два-три месяца займут. Депутаты также заслушали доклад начальника Департамента финансов по проекту бюджета города на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Так вот, в планах содержания автодорог, их капитальный ремонт, в том числе грунтовых, разработка проектно-смертной документации и строительство проезда к школе по улице Торфиной, а также субсидирование автотранспортного предприятия. 30 миллионов запланировано на обеспечение мер по поддержке финансовой стабильности перевозчиков. Предоставление указанной поддержки планируется автотранспортному предприятию. 43,8 миллиона предусмотрено на реализацию мероприятий, связанных с приобретением 15 автобусов для автотранспортного предприятия. Все бы ничего, вот только депутат Денис Ерохин возмутился насчет субсидий для АТП. С чего вдруг, что это за субсидии? Я думаю, Вячеслав Николаевич пояснит, но это не субсидирование убытков, нет. Это часть средств на приобретение, на обновление подвижного состава, так. Зачем покупать автобусы, если у вас нет кадров, если еще выделять какие-то деньги на покупку автобусов, зачем? Нам надо обновлять подвижной состав. Ну и кроме транспорта, депутаты также обсудили маневренный фонд. Глава города Елена Ковалева отметила, с этим нужно что-то делать и начать уже его ремонтировать. Депутаты, в свою очередь, предложили разработать специальную программу для маневренного фонда. Все предложения депутаты могут направить в установленном порядке до 1 декабря. Александр Бушмакин, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Давича. Что за новшество? Кировчане заметили пластиковые столбики оранжевого цвета. Увидеть их можно возле клумб, газонов и недавно посаженных деревьев. В администрации гордо пояснили, для чего стали ограждать зеленое насаждение. Столбики будут служить сигналом для снегоуборочных машин. Благодаря им водитель не заедет на газон, не завалит его снегом и посадки останутся целыми. Делиниаторы возле администрации устанавливали еще в прошлом году. В этом решили сделать по всему городу. Весной, когда снег растает, столбики уберут. Мы очень долго думали насчет того, как защитить наши посадки. Не будем же мы ставить какие-то заборы вокруг клумб или деревьев. То есть это эстетически неприемлемо для города. И нежелательный результат для граждан и для гостей города. И единственный такой правильный вариант, по-моему, оказался, что именно сигнальные столбики. Их видно и днем, и ночью. То есть у них есть светоотражающие элементы. Идея с делиниаторами у клумб и газонов общественникам нравится. Часто зимой зеленое насаждение повреждает снегоборочная техника. В прошлом году специалисты администрации сами выезжали на такие места. Сигнальные столбики, по мнению общественников, полезное решение. Кроме этого, конечно, думаю, проведена еще работа, собственно, с соответствующими подразделениями УДПИ, с соответствующими ответственными лицами. Думаю, с подрядчиками тоже будет работа эта проведена. Ну, то есть как-то обговорить это, объяснить еще раз, да. Насколько это будет эффективно, мы, конечно, увидим в зимний с вами период. Высадить нельзя, оставить. Кировщане ссорятся с кондукторами и запутаницей с остановками. Речь идет о жителях микрорайона Урванцево и водителях 16 маршрута. Он единственный доходит до конечной на капитана Плетнева. Кто прав и при каких обстоятельствах нельзя высаживать детей из автобусов, расскажет Кирилл Комаровских. Кирилл, ну что за конфликтная ситуация произошла в Урванцево? Ну, начнем с предыстории. В мае текущего года из-за строительства дороги разобрали разворотный круг на капитана Плетнева. Раньше это была конечная. Теперь ею считается остановка ЖК «Скандинавия», рассказали ВТП. Она находится в нескольких десятках метров. При этом в автобусах до сих пор объявляют конечной прежнюю остановку. Это вводит в заблуждение людей и даже приводит к конфликтам между кондукторами и детьми. Несколько раз у меня ребенок, он периодически пользуется этим маршрутом, звонил и говорил, меня высадили у Скандинавии, и мне вот тут остановку опять идти. Потом вот тут, видимо, он решил сказать, как я его научила, что они должны, билет куплен, они должны. Ну что, получил ответ, что они ничего не должны, сопляк засранец. Примечательно, что некоторые водители все-таки довозят и забирают людей с необорудованной остановки, чем как раз-таки укрепляют их веру в своей правоте. Остановку на капитана Плетнева вернут, но уже после сдачи одноименной улицы. Ну а до этого всех должны высаживать у ЖК Скандинавия. А это вообще законно, высаживать детей из автобуса? Детей, которые едут без родителей, высаживать из общественного транспорта категорически запрещено. И если до мая 2021 года за это наказание никакого не было, то сейчас за высадку подростков до 16 лет штрафуют. За проступок водителю придется заплатить 5000 рублей, а вот кондуктору от 20 до 30 тысяч рублей. И у последних это большая часть зарплаты, то есть суммы достаточно большие, существенные. Вот что делать при конфликте. Взрослый водитель, наверное, психологически может подавить ребенка, который не знает всех своих прав. Единственное, что родителям бы предложило, а пусть дети сейчас все равно, они все продвинутые, имеют гаджеты, и включают просто на телефоне видеозапись и ведут ее запись. И спрашивают вежливо, тактично, а почему меня высаживают? Ну а как в спорной ситуации вести себя водителем, например? Ну, действительно, не будем лукавить. Некоторые дети спекулируют своим возрастом, чтобы проехать бесплатно. Такая практика есть. И в этом случае водитель может сообщить свою компанию или вызвать наряд полиции. Однако тогда все будут стоять, вот этот автобус или троллейбус будет стоять и ждать наряд. Если факт спекуляции подтвердится, то родители могут привлечь за ненадлежащее воспитание детей. Но это происходит крайне редко. А вот гораздо чаще о своих правах заявляют пассажиры. Хорошо. Какие еще категории граждан запрещено высаживать из автобусов? Депутаты Госдумы запретили высаживать из транспорта инвалидов первой группы, у которых нет денег или подтверждающих на то документов. И сейчас слуги народа решают, водители штрафы за нарушение этих правил, то есть за высадку инвалидов. Хорошо. Спасибо, Кирилл, за интересный материал. Ну, а мы продолжаем. Проще на автобусе. 44% опрошенных россиян не могут себе позволить покупку нового автомобиля из-за высокой цены. Это показали результаты опроса «Комсомольской правды». 32% респондентов предпочитают общественный транспорт и покупку личного авто даже не рассматривают. Кого-то пугают пробки, кто-то не хочет разбираться в технических особенностях машины. 14% россиян с такими ценами могут позволить себе автомобиль только в кредит. Накопить возможности нет. 7% респондентов покупают новую машину после продажи старой. И только 2% откладывают на авто с зарплаты. Мы решили спросить у наших подписчиков, какой вариант покупки машины они рассматривают. В группе «Девятка ТВ Кира» ВКонтакте запустили опрос. Результаты такие. Могут взять автомобиль только в кредит. 31% опрошенных предпочитают общественный транспорт и 23%. И могут себе позволить новую машину. 18% респондентов. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». У меня есть машину, я ее приобрел. Как вы ее приобрели? В кредит или накопили? Не накопил, кредит не нужно. Планируете ли поменять в будущем? Наконец, не нашли. Мне он уже не нужен. Коплик можно целую. В кредит. Почему кредит взяли? Почему? Потому что нет налички. Продать старую и добавить накопленную. Почему такой вариант выбираете? Так сложилось. Удается накопить на автомобиль? Да. Планирую. По какой причине? Нет необходимости. Как предпочитаете передвигаться по городу? Ну, если далекие расстояния. Общественным транспортом, либо такси. Если близко, то пешком. На велосипеде ездите? К сожалению, нет. Планируете ли вы в будущем приобрести новый автомобиль? Нет. По какой причине? Во-первых, китайцев я не уважаю. Во-вторых, они еще и дорогие. Железо просто ржавое. Ржавеет быстро. Реально самому накопить на новый автомобиль? Ну, есть у людей хорошие зарплаты. Я не знаю, у кого. Машины дорогие, но машину надо. Автомобиль я продал только что. Рассматриваете ли вы приобретение автомобиля? Нет. А почему? По какой причине? Дорого стоит. Дорого стоит. Реально ли купить на свои деньги без кредита сейчас? Ну, кредит очень нереально. Ну, простым жителям. Денег нет. Такой автомобиль. Грязи должно быть меньше. В администрации города распорядились сыпать меньше реагентов на тротуары. А чем их будут обрабатывать? Об этом и не только во второй части выпуска. Не приключайтесь. В ноябре в бережных аптеках и аптеках Икона провожаем осень большими скидками. Например, орбидол максимум в дозировке 200 миллиграммов, 10 капсул со скидкой 25%. Гептрал 20 таблеток в дозировке 400 миллиграммов при покупке трех упаковок. Третья упаковка за 1 рубль. Адреса аптек на сайте bdfisapteka.ru Вы должны знать и другим рассказать. В Кирове есть специализированный магазин декоративного камня по ценам от производителя. На Челюскинцев 7. Магазины Автодруг. Магазины хороших аккумуляторов. Пульса производственная 29В и Попова 21. Только в ноябре в магазинах Йола Маркет. Колбаса докторская 1 килограмм, всего 349 рублей. Йола. Вкусно есть, полезно. Разбился телефон? Не заряжается планшет? Залили ноутбук? Экспресс-ремонт поможет вам. Работаем ежедневно. Улица Ленина, 72. Демисезонные зимние костюмы для активного сезона охоты, рыбалки и туризма. Утепляйся вместе с ТЦ МД Регион. Киров. Улица Щерса, 95А. Единый срок уплаты налогов на имущество физических лиц. Облатите земельный, имущественный и транспортный налог до 1 декабря. И никакой тревоги. Легкие налоги. Я в авто. Я всегда в пределе. Тормозить нельзя. И скорость на пределе. Быть уверенным на самом деле просто. Я всегда спокоен со свои колеса. Это АЭС Кафилейский. Это шины, диски, сервис. Если ты в теме, помни. Это АЭС Кафилейский. В салонах Микобай Мода. Черная пятница. С 23 по 26 ноября. Скидка 20% на шубы и головные уборы из меха-норки, соболя и каракуля. Вау! Шок! Цена в глобусе. Крылья цыплят-бройлеров охлажденные. Подложка 1 килограмм. Акашева 239,99. Цена по бонусной карте. Цены действуют до 26 ноября. Долгожданная черная пятница во всех магазинах Миротекс с 23 по 26 ноября. Постельное белье. Одежда для дома и отдыха. Одеяло и подушки ждут вас по лучшим за весь год ценам. Миротекс. Уют в каждый дом. Это «Давича» и мы продолжаем. Прививки от гриппа сделали почти 495 тысяч жителей Кировской области. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Это 43,5% населения отметили в ведомстве. Наконец, в прошлой неделе в регионе заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю отмечается циркуляция вирусов негриппозного вида. В соответствии с постановлением главного санитарного врача России в приоритете охватить прививками против гриппа 60% населения. Эксперты говорят, вакцинироваться еще не поздно. Еще не поздно вакцинироваться до конца ноября. Антитела вырабатываются где-то 2-4 недели. По поводу вакцин, лучше выбрать вакцину, которая защищает сразу от 4 штаммов гриппа. В России это Ультрикс Квадри и Флю МТетра. Другие вакцины все-таки это 3 штамма, поэтому лучше мы выбираем максимальную защиту. Слишком грязно, хватит разбрасывать реагенты, пожаловались кировщане в соцсетях. В администрации ответили, использование песко-соляной смеси будет снижено. В дирекции благоустройства пояснили, что ГОСТ не запрещает использовать такой вид обработки. Тем не менее, с подрядчиками договорились, что на тротуарах центральной части Кирова преимущественно будут использовать галит. Это специальная соль. Сегодня по обращениям жителей дополнительно обработаны тротуары на Ленина, Карла Маркса, Октябрьском проспекте. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановкам. О некачественной уборке или участках, где она нужна, можно сообщить в диспетчерскую подрядчика. По телефону он на ваших экранах. Где кормить комнаты матери и ребенка должны появиться в общественных местах, считают в Госдуме. Они должны быть в парках, торгово-развлекательных комплексах, кафе, вузах и колледжах. Необходимо, чтобы помещение было комфортным и чистым. Депутаты предложили Роспотребнадзору принять единые санитарно-эпидемиологические требования для комнат матери и ребенка. В них, помимо прочего, должно быть мягкое кресло для кормления грудного ребенка, запас одноразовых пеленок и средств гигиены, а также питьевая вода. Сейчас обустраивать комнаты матери и ребенка обязаны на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Ни одна мама никогда не будет кормить открытого ребенка, если у нее будет возможность уединиться. Более того, как правило, мамочки стараются, даже если ребенок захотел есть и некуда податься, как-то максимально прикрыться. И в этом, конечно, в случае задача окружающих сделать вид, что они не заметили, потому что кормление ребенка грудью – это не есть что-то постыдное. Одиночество так же вредно, как и курение. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения. Для решения проблемы была создана специальная комиссия. Врачи сравнили риски от одинокой жизни с ожирением и отсутствием физической активности. По данным специалистов, уровень одиночества повысился в период пандемии. Как бороться с одиночеством? Об этом рассказал психотерапевт. Марина, добрый день. И первый вопрос. Насколько остро в нашем обществе стоит проблема одиночества? Добрый день. Действительно, проблема одиночества – это достаточно острая проблема. Хотя у нас нет диагноза одиночества, который можно было поставить, но на самом деле человек запрограммирован, тогда заложено в нем, что он выживает, когда он в паре, когда он в группе. И когда он встречается с одиночеством, то нарушается его, скажем так, заложенная природа, природа инстинктами. И тогда мы начинаем искать этих людей. Очень часто они приспосабливаются болезненными способами. Например, это может быть депрессия, это может быть употребление психоактивных веществ, это могут быть какие-то тревожные расстройства. Достаточно много заболеваний, состояний, за которыми можно найти именно одиночество. И в принципе, в психотерапию и к психологам обращаются люди, и основной запрос – это выставить какие-то коммуникации, либо с родителями, либо с партнером, либо с деловыми партнерами. Это наиболее частый запрос обращения вообще к людям моей специальности. Чем опасно состояние одиночества? Ну, смотрите, у нас достаточно много сейчас исследований идет, что может привести, или какими факторами риска, в чем это может быть. Например, сердечно-сосудистые заболевания. Также есть исследования, когда продолжительность жизни у одиноких людей на 3-5 лет меньше, чем у людей при таких же социальных условиях, но состоящих в паре, либо имеющих какую-то группу поддержки. Ну, люди разные бывают. Если человек не хочет выходить из состояния одиночества, нормально ли это? Ну, я не встречала людей, чтобы им в состоянии одиночества было комфортно. Скорее, мы говорим про состояние жертвы, когда человеку нравится, условно нравится страдать. Это, скорее, привычный способ взаимодействия с социумом. И здесь такой тонкий-тонкий момент, что тот, кто оказывает помощь, очень важно не поддерживать эту беспомощность, а помогать человеку становиться более взрослым и более автономным. И это, правда, сложно. Поэтому, конечно, мы все разные, но я не видела ни одного, кто бы упивал с одиночеством. Правда не видела. Марина, спасибо, что ответили на мои вопросы. Первая игра на домашнем поле и победа. В воскресенье Кировская Родина провела игру в рамках Суперлиги с новосибирским Сипсельмашем. Встреча закончилась со счетом 6-4 в пользу кировчан. В этом сезоне Родина выступает в обновленном молодом составе, где самому возрастному игроку всего 34 года. И это отличная новость, написала в телеграм-канале глава администрации Вячеслав Симаков, поскольку руководством Куба была сделана ставка на молодость и энергичность при обновлении состава. Следующий матч состоится в среду, а сам чемпионат России по хоккею с мячом продлится до 20 марта следующего года. С каждым годом уровень все выше. В Кирове в минувшие выходные прошли городские соревнования по эстетической гимнастике. В них приняли участие совсем юные гимнастки 2020 года рождения. А также более опытные спортсменки в возрасте 14 лет. Всего было заявлено около 100 участниц из нескольких спортивных клубов города. Эстетическая гимнастика отличается от художественной тем, что в ней не используется инвентарь. Во-вторых, в этом виде спорта нет личного зачета, выступают только командами. Такие общегородские соревнования проводятся в Кирове уже в четвертый раз. И с каждым годом к участию присоединяется все больше спортивных гимнастических клубов. Были, получается, пять клубов города Кирова, которые занимаются гимнастикой, эстетической гимнастикой. Кто-то только начинает, тоже девочек заявляли по общей физической подготовке. В общем, в принципе, уже растем, уже пять клубов было. Мы вообще раньше начинали, только наш клуб выступал. Потом потихоньку начали все подтягиваться, подтягиваться. Это очень круто, что в Кирове как раз развивается именно клубная работа, а не только спортивные школы. А я напомню, оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видеономер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Шторчук. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok